Воспоминания бывает, что нахлынут, не всегда самые приятные. Научимся переключать внимание, поговорим об этом, как это делается. И на самом деле решение не там, где проблема. Берем ответственность на себя. Перемены вызывают страх. Мы очень боимся перемен. Наш мозг заточен на стабильность, поэтому очень трудно нам внедрять в нашу жизнь какие-то новые даже привычки. И конечно перемены вызывают страх, прежде всего у нашего ума. И научимся впускать положительные эмоции. Немножко поговорим о клубе, как возникла вообще тема нашего клуба, чем клуб занимается. Ну первым, первым долгом это возможность для людей познать самих себя. Ну во-первых, раскрыть свои способности, посмотреть какие каналы восприятия у них больше всего развиты. То есть попробовать именно себя совершенно в другой роли. И что хочу сказать. Клуб создает такой, знаете, интересный плацдарм для того, чтобы понять, вот еще не готов совсем идти в эту тему тонкого мира, в эзотерику или пробовать гипноз. А здесь можно действительно попробовать, это ваше или не ваше. Получается, не получается. И очень много таких запросов к нам приходило от наших слушателей. А что если у меня не получится? А вот что если это не мое? И вот клуб дает возможность первым долгом попробовать, прикоснуться к этой теме. Поэтому стоимость клуба, она абсолютно такая символическая. Поэтому каждый из вас может, вне зависимости от уровня подготовки, примкнуть к клубу и попробовать на себе очень многие вещи, которые мы предлагаем. Ну вот, как я и сказала, природные способности. Потому что на самом деле у всех людей есть эти способности. Это точно так же, как мы видим, слышим и осязаем. Точно так же эти каналы восприятия наши основные, они тоже есть у всех, просто над ними надо работать. Иногда в жизни бывает так, что по каким-то физиологическим моментам у людей отсутствуют эти каналы восприятия, то есть человек не может слышать в жизни. Но при этом каналы яснослышания у него очень хорошо развиты. Вы даже можете, вот, наверное, многие из вас наблюдали, что люди с ограниченными возможностями, к примеру, со слепотой, при этом были очень хорошими провидцами. Поэтому физиология, она, вот, можно в жизни не иметь такой острый взор или же какой-то слух, но при этом каналы тонкого восприятия работают просто идеально. Они потому что восполняют это. И вот эти возможности вы сможете, скажем, прощупать себя именно через нашу вот методику клуба. Вот. Ведение в тонкий мир. Мы даем очень такое деликатное погружение в тонкий мир. Почему деликатное? Сейчас объясню, потому что на просторах интернета очень часто мы слышим разную противоречивую информацию, даже если, может быть, она и правильная. Она чересчур резкая для восприятия человека, который пока еще не привык, не свыкся к тому, что есть что-то такое, ну, как называют, сверхъестественное. А здесь именно это такое плавное, постепенное погружение в это во все, с причинно-следственными связями, которые даст удовлетворение не только поверить это так, но еще и даст определенные объяснения. Ну и определенные законы мировоззрения, то есть погрузиться вот вообще в тему кармы, свободы, воли души и так далее. Это все темы нашего клуба. Неважно, на каком моменте вы подключитесь к нашему клубу, все предыдущие встречи, они есть в хранилище, есть в наших ресурсах, вы можете их посмотреть просто по тематикам. Они не завязаны друг на друге, это все отдельно абсолютно разные темы, можно подключиться на любом занятии. Вот, будет интересно. Можно будет следующий слайд. Давай я продолжу. И, конечно, ценности нашего клуба. Друзья, кто к нам сейчас присоединяется в YouTube, в ВК, мы сегодня, вот я вижу, что кто-то только-только подсоединился, мы сегодня будем говорить о наших воспоминаниях, не всегда положительных, и что с этим делать, и вообще зачем они возникают. Итак, о наших ценностях, ценностях нашего клуба. Вот все, что сказала Декея, присоединяюсь. И еще один момент. Бывает так, что мы не всегда верим, что мы можем быть гипнабельны, что мы можем погружаться. И первое, с чего мы начинаем на большом нашем курсе гипноза и слиперства, мы начинаем с практики медитации и легких трансовых погружений. Вот именно в нашем клубе мы это практикуем. Конечно, здесь у нас неполноценное погружение в гипнотический транс, но все-таки это трансовое состояние. Именно здесь мы хотим прокачать все ваши ощущения, не только ощущения в вашем теле, но и чувствования тонкого мира. И очень много приходит осознанности, потому что после того, как мы с вами проводим это погружение, мы, конечно, беседуем, мы берем от вас обратную связь, что вы чувствовали, а самое главное, насколько включается ваша осознанность, понимание всего, что происходит в вашей жизни, для чего это происходит. Конечно, надо уметь брать ответственность за свою жизнь и себя. Как часто в своих проблемах, чтобы не возникла, какая бы тяжелая ситуация, первое, что происходит с человеком, вообще со всеми нами, это защитная реакция. Мы всегда хотим найти какого-то, может быть, крайнего или виноватого. Ну, так устроены наши защитные механизмы, это абсолютная норма. Но здесь тоже должна включиться доля осознанности и понимать, что все, что с нами происходит, даже если вина лежит не на вас, но вы попали в какую-то неприятную ситуацию, все-таки для чего-то это нужно. Конечно, это стремление к развитию. Любые новые знания, они не бывают бесполезными, если даже на первый взгляд может показаться оно и так, да, сколько раз бывало, что возьмешь какой-то курс, купишь и думаешь, совсем не хочется его проходить, а для чего это тоже было нужно. И наше стремление к развитию и постоянная учеба, так как мир у нас меняется, меняется со скоростью света, конечно, стремление к развитию, оно должно оставаться до последнего дня человека обязательно. Работать над собой нужно. Наша цель жизни – это, конечно, работа над собой. В плане физики это понятно, да, мы не всегда можем себя к чему-то подключить, но самая главная работа над собой именно в тонком плане – понимание причинно-следственной связи. И, конечно, возможность сотрудничества со школой. У нас очень много программ, где вы можете к нам присоединиться, и после прохождения определенных обучений сотрудничество со школой тоже не исключает такой возможности. У нас очень много наших студентов становятся кураторами этой школы, с удовольствием работают. И, конечно, дело не в том, что эта работа оплачивается, а дело в том, что кто отучился у нас, от нас заходить уже не хотят. Все хотят остаться в этой школе, в этих энергиях и продолжать свое развитие. Конечно, здесь мы тоже говорим о том, что в каждом из нас есть уникальность, уникальность нашего пути. Когда мы говорим, да, ой, мы с тобой так похожи, на самом деле нет. Нет похожих людей, все мы уникальны, в каждом из нас есть ценность, и наш творец, он сделал каждого из нас поистине уникальной личностью, уникальной. Мы все с вами уникальные души. И, конечно, уважение и признание свободы выбора каждого. Ну, и зачастую мы требуем даже вот от наших родных, близких, партнеров по жизни какого-то определенного поведения. Все-таки мы должны понимать, что мы занимаемся в этой жизни только собой. И даже наши дети, это не наша собственность, да, у них свой собственный путь. И по, скажем так, многим изучениям были выявлены такие закономерности, где мама очень сильно бегает и трясется над ребенком, не всегда получаются хорошие результаты, личность не самостоятельная и всегда ждет какой-то поддержки от кого-то. И мама, которая занимается своим развитием, мама, папа занимаются своим развитием, своим путем, поддерживая при этом своих детей своим примером, конечно, это самый наилучший путь к развитию. Ну, поговорим о неприятных воспоминаниях, в целом о специфике памяти. Можно выводить следующий слайд. Здесь, в сегодняшней подаче этой темы, мы базировались на том, что дать не только психологический аспект, да, рассказать со стороны психологов, так как и я, и Луиза, мы являемся еще практикующими психологами, гипнотерапевтами. Мы хотели эту тему так объединить, чтобы показать и со стороны психологической, и со стороны энергетической, потому что, наверное, многие из вас слышали, а кто не слышал, повторю, что энергия обладает очень интересным свойством. Мы всегда говорим о том, что где твой фокус внимания, где твое внимание, там концентрируется твоя энергия. Поэтому очень часто многие энергопрактики, они говорят о том, что нужно концентрировать свою энергию в себе, держать ее на свое благо и всегда мыслить позитивно. Потому что, когда мы думаем о позитиве, наша жизнь, наша энергия, она нас поворачивает в русло позитива. Но когда мы начинаем накапливать негатив, и как накапливается негатив? Когда мы постоянно начинаем думать о том, что было, и обычно чаще всего это бывает, что было не совсем приятное. То это какие-то взаимоотношения с людьми, даже, может быть, еще и с детства, обиды, неприятные ситуации. Куда мы реально целенаправленно сливаем свою энергию. Мы очень часто зацикливаемся на этом. И потом жалуемся на то, что вот человек, который причинил когда-то боль, он выпивает эту энергию. На самом деле мы, думая о, скажем, вот этих людях, мы сливаем им свою энергию добровольно. Поэтому для того, чтобы первым долгом избавиться от этого, нужно, естественно, приложить усилия. Усилия – это в плане первым долгом нашего намерения, что я хочу думать о позитиве. Многие из вас наверняка слышали фразу «жить в моменте здесь и сейчас». На самом деле это очень сложно, потому что многие из нас проживают жизнь или в прошлом, постоянно думая об этом, или о будущем, которое еще не настало. И именно в том же самом контексте оно никогда не настанет. Это завтра, которое не настанет, потому что каждый раз бывает завтра. И вот эта вот наша способность, точнее, ненатренированность нашего ума, она дает слив энергии или в прошлое, или еще не создавшееся будущее. Будущее, конечно, это лучшее, потому что если мы мыслим позитивно, мы ничего не боимся, основываясь на наш неприятный опыт, то это идет в достаточно хорошую руфлу, вливается эта энергия, и она программирует наше светлое будущее. Но когда, основываясь на нашей обиды и страхе, мы думаем, что в будущем это может повториться, безусловно, таким образом мы притягиваем к себе это и программируем. Но это не только со стороны эзотерики, со стороны энергии. То есть вам это скажет любой психолог, именно насколько мы программируем свой мозг, насколько наше нейронное соединение чувствительно вот к этому всему. Когда мы хронически думаем о негативе, он просто, наше нейронное соединение, для того чтобы подтвердить нашу правоту, начинает создавать это, скажем, вот это вот будущее, и притягивать его к себе. Можно будет следующий слайд. Какой фактор во всем этом деле имеет стресс? Ну, мы все прекрасно понимаем, что стресса, вот только можно сказать, что давайте мы не будем стрессовать, давайте избегать стресса. Избегать стресса, увы, в нашей жизни это практически не получается. То есть мы постоянно находимся в каких-то жизненных ситуациях, которые периодически заставляют нас нервничать, думать, воспринимать ситуацию не всегда позитивным образом. Но если мы не можем избавиться ввиду нашего образа жизни от стресса, то мы можем научить себя реагировать на стресс по-другому. Да, вы наверняка слышали фразу о том, что если ты не можешь изменить ситуацию, измени отношение к ней. И здесь на помощь приходит та самая осознанность, о которой говорила недавно Луиза. Когда мы понимаем, что я свои... Вот сейчас я нервничаю над какую-то тему. Ничего кроме негативного своему подсознанию, сознанию, физическому телу, ничего хорошего я этим не приношу. И это мне в данной ситуации ничем не может помочь. И тут мы обращаемся к вот этому здравому смыслу. Хорошо, сейчас я не буду сливать свою энергию на этот негатив. Я постараюсь бодро взглянуть на эту ситуацию и найти решение из нее. И действительно, это очень сильно помогает. Во-первых, концентрация не рассеивается. Мы не думаем о негативе в этот момент. Мы думаем о решении наилучшем исходе ситуации. Или же, к примеру, очень часто бывает, что нас окружают люди не такие, возможно, осознанные. Люди, которые не могут управлять своими эмоциями. И они начинают эти эмоции выливать на нас. Это сплошь и рядом. Это может быть в общественном транспорте, на улице, на работе. Даже в семье. Люди, которые не могут контролировать свои эмоции. И они какие-то свои внутренние переживания достаточно эмоционально могут изливать на людей, которые абсолютно не являются причиной их плохого настроения. Как от этого можно защищаться? Ну, очень есть хороший такой метод. Это просто осознать, что у этого человека, вот в данной ситуации он кричит абсолютно не на вас. Была у меня такая одна практика. Я работала с волонтерами, которые работали... Вместе с волонтерами мы выезжали на зону боевых действий. Ну, уже не из боевых действий, но туда, куда привозили беженцев. И вот привозя вот эту коммунитарную помощь, неподготовленные волонтеры сталкивались с тем, что люди, которые принимали эту помощь, они не совсем адекватно реагировали. Они начинали между собой ругаться, ругаться, там, ругать волонтеров, изливать на них. И они были в шоке. Как? Мы хотим помочь, мы хотим сейчас... А они почему так негативно? Они нас ненавидят. И тогда мне пришлось провести с ними определенную ситуацию, что они на самом деле не на вас так. Это просто то, что у них вот этот весь страх, вот эта вся ненависть, которая скопилась, они ее не контролируют, и она выливается на вас. Если вы еще сейчас будете это все в таком же... То есть вот негативная энергия на негативную энергию, это будет еще хуже. Просто постарайтесь быть снисходительны. Войдите в положение человека. Это очень сложно сделать. Но это меняет ситуацию в корню. Даже когда вот не такие сложные ситуации. Даже вот, к примеру, на вас, если у кого есть шеф там или какой-то, скажем, ну, может быть, чуть вышестоящий там, или же, например, родитель у подростков, да, бывает. Когда начинает негативить, когда мы начинаем или бояться пугаться, тоже низкие эмоции, скажем, не совсем хорошие, или же, наоборот, негативить в ответ, это все усиливается. А когда мы просто снисхождением меняем тему, например, я понимаю, как тебе сейчас трудно. Наверное, у тебя сегодня был не совсем хороший день. Я тебя понимаю. Именно проявляя вот это вот понимание снисхождения, и человек, который негативит, он просто его вот этот негатив, он сливается в никуда. И даже можно себя представить, когда ты не можешь из этой ситуации просто вот чуть-чуть отойти, вот не фронтально, так сказать, а чуть-чуть в бок сместиться. И чтобы вот это вот все проходило, и визуализировать прямо, что этот поток идет вне. Он проходит не через вас, он проходит мимо вас. И сливается, можно даже в руле такую вороночку открыть визуально, и вот здесь этот негатив уходит туда. Или же послать из самого центра своей души. Это очень сложно делать, да, потому что в этот момент вы переходите, ну, очень часто многие люди переходят, меня обидели. Вот это состояние жертвы, оно тоже нехорошее. То есть здесь прямо из центра груди можно сформировать такую сферу, такой шар энергии, любви, и послать в центр груди. Просто передать ее, это такая, скажем, энергетическая магия, можно сказать, да, но она очень хорошо помогает, потому что вы создаете не два негативных потока, а потоки позитивные, они все равно сильнее намного, чем негативные. И он его как пожар гасит, вот эта вода гасит пожар. И происходит вот этот накал страстей, он начинает снижаться. Поэтому реагировать на стресс не таким же стрессовым, а чем-то более, скажем, осознанно, что стрессовая ситуация, она бывает, да, например, там стоят люди в пробке, там кто-то проехал неправильно, и начинается ругань. У меня очень часто себя ловило на этом, то есть в какой-то, скажем, сложной ситуации, я вижу, что там кто-то нарушил правила дорожных движений, да, там не подрезал или что-то. Естественно, первая реакция как-то негативно отреагировать. Но я моментально вспоминаю, что все мы люди, я тоже могу такую оплошность совершить, и я совершаю, как бы не все, как бы, идеальные водители, да. И вот этот вот момент, я тоже такое делаю, но это мы люди, и все мы можем ошибаться, на самом деле, да, оно очень сильно убирает вот этот вот момент, приходящее осознание, оно убирает этот негатив. И сразу видишь, что когда ты негативно, даже может человек высунуть руку, там сказать, что, типа, извини, я там нарушил правила, и уже совершенно другое. Вот когда нету негатив, не встречает негатив, всегда ситуация, даже если она не идеально, не исправляется, она не сливается в минус. То есть энергетически вы не сливаетесь, вы перестаете нервничать, вы начинаете думать позитивно, то есть и не теряете, самое главное, это энергия, потому что любая негативная в ответ энергия, она просто дает очень сильный слив. И можно будет следующий слайд. Ну вот это о том, что я говорила, как можно переключать внимание, когда можно вот подумать. У меня один раз тоже была такая ситуация с моей, достаточно в юном возрасте пошла работать, у меня был шеф, который был очень нервным человеком, на нем была очень большая ответственность, он постоянно негатив, все его вокруг боялись. И вот в очередной раз, когда он, ну скажем, в буре эмоций, человек взорвался, он не мог контролировать свои эмоции, и так получилось, что я вот оказалась прямо вот в зоне боевых действий. Я очень, мне на самом деле в какой-то момент стало его жалко. Мне казалось, что у него сейчас просто случится с ним инфаркт, настолько он сильно кричал и нервничал. Я понимала, что это я всем своим существом не смогла бы вызвать у него эту реакцию, просто у него такой день. Я на него посмотрела, я говорю, у вас все в порядке, давайте я вам налью чаю, вы успокоитесь, а то у вас сейчас может случиться нервный приступ, то есть сердечный приступ. Я говорю, так же нельзя, потому что, что бы ни случилось, даже, допустим, я виноват или кто-то, вы о себе подумайте. Вот я его фокус внимания сместила в него самого. И человек, знаете, вот он перезагрузился в этот момент, он увидел, что вокруг него, напротив него не его проблема стоит, а стоит человек, который просто по-человечески его понял. Он сказал, да, налейте мне, пожалуйста, воды, мне действительно очень плохо. Потом полчаса с ним, он просто, я молчала, он выговаривался, 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 и в конце он сказал, спасибо тебе большое, наверное, ты единственный человек, который понял, что я кричу в данной ситуации не на тебя. И тогда я просто поняла, что здесь не нужно все воспринимать на себя. То есть у человека может быть миллион историй. Вот то, что он мне за эти полчаса выговаривал, мне действительно по-человечески было его жалко, потому что у человека, несмотря на то, что он как бы выше по рангу, но и обязанности у него тоже, и спроса у него именно больше. Но вот эти вот все моменты, вот этот анализ, который ты делаешь, ты переключаешь внимание, что не я жертва, сейчас меня ругают, а человек несчастный, ему, возможно, нужна психологическая помощь, хотя бы понимание. Вот это вот переключение внимания очень сильно у вас переключает от негатива, который вы можете взять на себя. Можно будет следующий слайд. Вот, это очень интересная постановка этого вопроса, я ее выбрала не просто так. Решение не там, где проблема. Вы знаете, очень часто мы сталкиваемся с моментом того, что люди о чем-то мечтают, скажем, кто-то о машине, кто-то мечтает о новой работе, кто-то мечтает о переезде. Я говорю это, основываясь как бы на свой опыт, на опыт своего ближнего и своих клиентов, которые очень часто мне обращаются именно с запросом на то, что вот вроде бы я хочу, я этого добиваюсь, у меня это получается, но какой-то кратковременный период это меня удовлетворяет, а потом я сваливаюсь опять вот в этот негатив, который был. Это, знаете, есть такой пример, который очень часто приходит психологи. Возьмите стакан, грязный стакан с налетом и налейте в него чистую воду. То есть моментально вода станет грязной, когда вот в этот грязный сосуд нальешь чистую воду. Поэтому, чтобы вот чистое, хорошее не приходило в вашу жизнь, очень важно, чтобы этот сосуд, что ваша жизнь, он оставался чистым, потому что все, вот начинать, скажем, новое, что-то хотеть, приносить в свою жизнь, но не почиститься от старого бывает очень сложно. И поэтому, когда человек, не проработав свои обиды, свои страхи, какие-то боли внутри себя, например, вступает в отношения, приходит в новый коллектив или же начинает какой-то проект, вероятность того, что у него будет очень много не со всех тех приятных моментов, это очень велика вероятность, потому что именно проблема не в том, что начать что-то новое, а именно почистить и избавиться от старого, ненужного. Это как в нахламленный, заполненный шкаф, вы не можете сложить новые вещи, вам что-то оттуда надо достать, почистить шкаф и в этот же шкаф сложить вещи новые. Вот то же самое здесь. И поэтому, когда мы говорим о том, что решение проблемы это не купить машину, поменять работу, вступить в новые отношения, решение проблемы это избавиться от всего того, что есть внутри. Это болезненные воспоминания о предыдущих отношениях, это то, что вам не давалось, не получалось, и возможно, не было до конца решено на прошлой работе. Или же, как говорил один из моих педагогов, он говорил, что если ты несчастный, ты точно так же будешь несчастен и в новой машине. Поэтому здесь не то, что купить, поменять и так далее, а сначала подготовить себя там так, чтобы убрать из жизни этот негатив, что вас волнует. Поэтому очень часто многие люди, убегая от этого негатива в себе, убегая от себя, пытаются что-то менять в своей жизни, но от себя никуда не убежишь. Даже поменяют, вот говорят многие, вот мне не нравится что-то в моем государстве, где я живу, потому что мне не нравится там что-то. Переезжает, и там что-то тоже не нравится. Говорят, хорошо там, где нас нет. На самом деле, это очень такой выпиющий случай, показывая того, что куда ты уже переезжаешь, ты там, и все свое содержимое тоже находится там. Поэтому, друзья, начиная, приходя к чему-то новому, обязательно нужно избавляться от старого, то есть прорабатывать свои воспоминания, которые причиняют вам боль. Сегодня мы как раз будем заниматься этим, у нас будет практика, направленная на утилизацию ненужных болезненных воспоминаний. они ни к чему, кроме пространства и, скажем, вот той самой занозы, которая периодически нагнаивается. Они нам ни для чего не нужны. Вот реально не нужны. У них нету никакой положительной для нас функции. И можно будет... Следующий слайд. Берем ответственность на себя. Это один из главных факторов вообще в целом счастья. Почему вы говорите, ну, вроде бы я же сам ответственен за свою жизнь, я сам себя обеспечиваю, я там выбираю себе все. Но дело не про эту ответственность. Ответственность в том, что как часто мы говорим о том, что в каких-то наших бедах, каких-то наших неудачах кто-то виноват. То есть не обязательно человек, это могут быть какие-то обстоятельства, это может быть, скажем, какой-то строй определенный, это может быть, там, кто-то ругает политический строй, кто-то может ругать, там, в семье что-то не то, потому что кто-то из супругов там что-то не делает, да. Это когда мы перекладываем за свою жизнь ответственность на другую, не обязательно даже на человека, на обстоятельства какие-то. Но прежде всего хочу сказать, что это все последствия нашего выбора. Очень часто ко мне обращаются люди и говорят о том, что там, ну, есть определенный момент, что, ну, женщины, да, очень часто обращаются, что вот в семье получается так, что постоянно давит, партнер постоянно давит, да, там, диктует, что делать, не дает возможности развиваться, там, иногда оказывает даже определенно физическое, да, воздействие и так далее. И когда спрашиваешь, хорошо, а почему ты это не меняешь? Ну, а как, у меня дети? Тогда задаешь вопрос, а как вы думаете, дети вот в виде все это, то есть им народу? Нет, дети тоже постоянно в стрессе. И когда начинаешь докапываться до глубины, это тот самый момент, когда человек ставит на весы свою, скажем, свободу свободу и ответственность за свою жизнь. А также получается, что зависит она от партнера, то есть он обеспечивает ее, ее детей и так далее, и финансово там, и так далее, и тому подобное. То есть если взять на себя ответственность, взять свою жизнь в свои руки, то это я просто как случай рассказываю. И придется как бы эту ответственность за свою жизнь тоже брать. И получается, что это на самом деле твой выбор. Ты выбираешь между тем, чтобы физически быть свободной, и в то же время самой себя обеспечивать. Или же оставаться вот под этим давлением, но тебя полностью обеспечивают. Или же какие-то другие случаи, когда, например, приходит человек и говорит, что вот я сколько времени пытаюсь вот там на работе вести там, там я работаю, но меня не повышают зарплату или не видят то, что я делаю. Хорошо, почему ты не уходишь? А страх есть. Страх того, что а вдруг я в другом месте еще хуже будет, понимаете? Это всегда наш выбор. И перекладывать ответственность на кого-то нету смысла. То есть ты всегда, ты вольный человек, ты всегда можешь переехать из страны, которая тебе не нравится, уйти из отношений, в которых ты несчастен, уйти с работы, которую ты не любишь. Ну вот знаете, как очень часто говорят, я очень люблю рисовать, но работаю я бухгалтером. Окей, почему ты не работаешь художником, а там мало платят. То есть человек, вот этот момент, то есть он несчастен, но он ставит финансовое свое благополучие выше своего морального удовлетворения, скажем. И вот здесь это всегда, человек должен понимать, что он автор своей жизни. Все зависит от нашего выбора. Может быть, еще 200-300 лет назад, это опять-таки, и все равно были вот эти вот личности, те, которые выступали против, добивались своей свободы любым путем и так далее. А есть те, которые оставались, жаловались, но продолжали как бы это все терпеть. Я вам расскажу такую притчу, я очень люблю ее рассказывать студентам на нашем курсе в гипнотерапии. Есть такая притча о собачке. Значит, один джентльмен прогуливается по бульвару, и видит, сидит пара, на крыльце пожилая пара, и у них в ногах у дамы лежит собачка, которая очень жалована скулит. И вот прошел джентльмен в одну сторону, собачка скулит, в другую сторону, собачка скулит. И подошел, уже в третий раз подошел и спрашивает, мадам, почему же ваша собачка скулит? Он говорит, потому что она лежит на ржавом гвозде. А почему же она не встает? Она говорит, потому что у нее есть силы для того, чтобы скулить, но еще до того, чтобы встать с гвозди, она еще не созрела. Вот вы понимаете, что человек может жаловаться, 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 но еще не дойти до такой кондиции, иначе еще не доболело настолько, чтобы встать с этого ржавого гвоздя. И здесь вот эта ответственность. Должна быть, все, что в жизни происходит, это последствия нашего выбора. Можно будет следующий слайд. Перемены вызывают страх, безусловно. Вот я о чем и говорила вам, уход с работы, смена отношений. Очень часто, почему люди не выходят из токсичных отношений? Потому что есть страх остаться одному. То есть я пусть буду страдать и терпеть вот это все, но я не останусь один. Это страх. Например, я лучше буду работать на любимой работе, на нелюбимой работе, чем я пойду в свободное плавание и, может быть, у меня будут сложности. Ну вот и таких примеров очень много. И вот этот страх, это еще одно из негативных вещей, которых нужно избавляться, потому что они блокируют наш рост. Страх – это действительно один из тех факторов, который не дает нам расти в полноценной прогрессии, в которой мы достойны этого. Он блокирует очень сильно блокирует, поэтому страхи, они должны быть, страхи обычно бывают перед неизведанным. Очень часто обращаются, есть боязнь летать, спрашивают, у тебя были какие-то проблемы, когда ты летал? Очень часто говорят, нет, не было. Ну, я боюсь, в итоге я боюсь умереть, но никогда же человек не умирал, то есть он даже не знает, как это, поэтому существует такое понятие регрессия, регрессия в прошлой жизни, она не просто так, чтобы погулять и посмотреть жизни, кем я был. А очень важный момент в регрессии именно пережить это состояние, когда душа покидает тело. И человек, переживший, действительно переживший вот эту регрессию в этот момент, он понимает, что когда душа покидает тело, ничего страшного нет, она с облегчением покидает тело. И этот страх, 90% случаев страх смерти, он уходит, потому что мы даем возможность, вот этой неизвестности уже нету. Просто показать, что душа настолько раз уже покидала это тело, и для нее это всего лишь переход на другой уровень. И вот этот случай, он во всем. То есть мы боимся каких-то вещей, которые еще с нами не произошли, в частности. У нас есть предположения, но нет подтверждения, потому что на самом деле, пережив многие вещи, мы понимаем, что жизнь, например, я всегда очень боялась потерять близкого человека, но когда это произошло, я поняла, что я продолжаю жить дальше. Да, это очень тяжело, но на этом жизнь не заканчивается. Дальше продолжается твой путь, только ты уже становишься на этот опыт, ты уже реально не боишься. Ну вот как-то так. И поэтому страхи это отдельная тема, возможно, мы тоже на нее сделаем, на эту тему сделаем отдельный эфир. Опять-таки, по вашему желанию. Напишите нам в чат, и можно будет следующий слайд. Вот, впускаем положительные эмоции. Это, наверное, самый такой приятный момент во всем этом избавлении, потому что, когда мы освобождаем в себе место, если мы его просто освободим, уберем страхи, уберем, скажем, обиды, и ничего не вернем в ответ туда, не положим на их место, образуется пустота. А пустота имеет такую особенность заполняться, чем придется. Поэтому, чтобы не оставлять эту пустоту, если мы избавляемся от гнева, мы на его место, в частности, в таких случаях заполняем удовлетворение вместо гнева, спокойствие, вместо ненависти, любовь, вместо страха, уверенность в себе. Вот обязательно нужно что-то вернуть взамен, потому что место, как говорится, святое место пусто не бывает. Вот этот момент обязательно нужно работать. То есть, если вы работаете над страхом, вы всегда должны, а что я хочу вместо этого получить? И многие мои коллеги, психологи, когда они слышат постановку от не, это называется мотивация от и мотивация к. То есть, если я не хочу чего-то, это мотивация от. Она не всегда имеет положительную диаметку. А когда говорит, я хочу именно этого, не не хочу, а хочу, тогда это мотивация к. То есть, мы уберем что-то и на место положим то, что хочу. И поэтому, когда кто-то обращается, я хочу бросить курить. Я не хочу курить, я хочу вот конкретно. То есть, а что ты хочешь взамен? Я хочу взамен здоровый образ жизни, здоровый организм. Окей. То есть, вот мы убираем одно и на место ставим другое. Потому что курение тоже имеет под собой целую цепочку травм, которые приводят к зависимости от курения. Они лежат глубоко в детстве, там, недокормленность, недолюбленность, там определенные вещи, которые, что взамен получаем. Вот это очень важно. И тут нужно дать картинку человеку. То есть, если из твоей жизни уйдет вот это, вот это, вот это негативное, что в нее может прийти? Может прийти, скажем, желание приключений, да, такой, человек, например, боится летать, да, а что может прийти? Ой, я объезжу весь мир, я увижу там те страны, я увижу это, я увижу то. Вот нужно дать мотивацию, мотивацию в будущем, что тебе хорошее придет, когда это плохое из твоей жизни уйдет. Посмотрим, какие у нас есть вопросы. Я сейчас просмотрю чат в инстаграм, попрошу модератора скинуть вопросы из ВК, если есть. Друзья, в зуме вы тоже задавайте клубчане вопросы, пишите их в чат, мы будем отвечать, с Луизой параллельно. Ну вот, я зачитаю YouTube, здесь особых вопросов нет, только Валентина написала добрый вечер, всем хорошего настроения, спасибо вам тоже, в очень приятной компании, действительно. Да, Валентина у нас Павловский посад, Московская область, Олак Бек пишет, очень интересно и понятно, корректно рассказывайте, спасибо, благодарю, присоединяйтесь к нам. Так, в чате есть у нас вопросы, Бек? Нет, в чате нет, и вот как раз сейчас тоже наша техподдержка пишет, что в ВК тоже нет вопросов, так, я думаю, что если нет вопросов, мы можем потихонечку переходить уже на нашу практику, да? Да, тогда останавливаем нашу трансляцию в YouTube и ВК, друзья, спасибо, что были с нами.